В Анапе много образцовых дворов, куда приятно заглянуть, где поддерживают чистоту и порядок, и управляющая компания, и сами жители. Но в маршрут главы города во время ежедневных обходов такие не попадают. Сергей Сергеев со своими подчиненными проходит районы, в которых царит запустение и бесхозяйственность. Чья вот эта земля? Почему в таком состоянии тротуар? Я еще раз говорю, сознание у людей уже поломалось. Еще пять лет назад они думали, что это все должен делать муниципалитет. Сегодня у них есть сознание того, что это мое, и земля тоже моя. Поэтому надо с управляющими компаниями, с домовым комитетом разговаривать. Почему такой тротуар? Если это наш, он должен быть сделан. В огромном объеме благоустроительных работ, которые в эти дни идут по всему городу, потерялась важная деталь – Анапские дворы. На аппаратном совещании глава озвучивает решение поставить на ежедневный контроль благоустройство дворовых территорий. Точно так же, как по подсветке, предоставляете мне следения по ремонту внутридворовых территорий. Наши предприятия. Зону ответственности управляющей компании какую работу провели, с кем встречались, кого понудили из управляющих компаний. Междворовые территории, наша зона ответственности. Значит, намечаем ежедневный доклад по ремонту внутридворовых территорий. Там, где живут люди. Вопросом жилищно-коммунального хозяйства возвращается и Светлана Яровая. Встретившись с общественниками, заместитель главы сформировала список первоочередных задач. Несмотря на то, что вопросы, которые сегодня поднимает население через координаторов, они все касаются, в большей части, вернее, касаются благоустройства и вопроса ЖКХ, но мы помним с вами, что за нами закреплены определенные улицы, микрорайоны. Есть вопросы, которые не связаны с каким-то финансированием, а больше, наверное, связаны с организационными моментами и вниманием. Поэтому я вас всех попрошу обратить на это внимание, там будут поставлены сроки, и мой помощник возьмет эти обращения на контроль с докладом последующего исполнения главе города. Смысл всей этой работы – создавать комфортные условия для проживания на территории. Без формирования доступной среды это невозможно. Посмотрите внимательно, даже в центральной части города, на съезды для молодые граждане, на перегрузке. Это ужас. Почему размеры? 50 сантиметров, 60. Почему нельзя сделать метр, полтора, на всю ширину? Там, где мы сейчас делаем... Почему человек, мобильный даже человек, почему-то должен скакать с бальдюра на проезжую часть? Расскажите мне. Нет, конечно. Почему он не может сойти вот? И в то же время и колясочек там пройдет. Берите малобобильного инвалида-колясочника, привозите туда, и он вам скажет, какой воск его устраивает. Определен промежуточный срок для выполнения поручений – 4 апреля. Продолжение следует...